В Твери на протяжении нескольких месяцев длится борьба за детскую площадку. Родители маленьких детей пытаются вернуть в свой двор горки и машинки, которые были демонтированы еще летом и вывезены в другой двор. Мы неоднократно рассказывали эту вопиющую историю. Чиновники, которые обещали разобраться в ситуации, наконец-то расставили все точки над «и». Но конфликт разгорается с большей силой. Подробности прямо сейчас. Летом, как утверждают возмущенные граждане, по требованию нескольких пенсионеров управляющая компания подала заявку в администрацию района с просьбой убрать муниципальное имущество с частной территории. В этом вопросе чиновники сработали оперативно. Детские качели были выкопаны. Жители домов засомневались в законности. Забили во все колокола. Разговор лицом к лицу с представителями власти ничего не дал. Они приезжали, они обещали вернуть. Мы вернем, мы вернем. Извинялись, очень извинялись перед всеми, что они ничего не знали. И в результате ничего у нас нет. Вернуть горки, которые были демонтированы по инициативе пар местных пенсионеров, все тут жильцы домов оказалось можно. Предлагалось это сделать даже за счет родителей. Но здесь необходимо оспорить решение жильцов, найти протокол. И тут начались чудеса. Администрация изначально говорила нам только про обращение с 13 подписями, написанное от руки. Потом оказалось, что был еще некий протокол. И теперь вся загвоздка с этим протоколом, потому что он пропал. Круг замкнулся. На основании этого протокола было принято решение о сносе площадки. Но этого протокола мы не можем найти. Все об этом протоколе говорили, но получается, что никто его и не видел. Ни управляющая компания, ни сама администрация. Рассказывает собственница жилья дома 42 Анастасия. Запрашивала управляющую компанию. Мне управляющая компания отдала ответ, что об общем собрании собственники, о перспективе не уведомляли и не приглашали. И копии протоколов общего собрания собственников в июне-июле месяца 2020 года в нашу организацию не поступали. Что удивительно, официальный ответ администрации был аналогичным. Администрация также отвечает, что запрашиваемыми вами сведениями не располагает. Получается, что и оспаривать нечего нет. Документы нет проблемы. В этом случае собственник вольно делал за своим имуществом то, что пожелает. Пока родители с улицы Громова искали правды, обмевая чиновничьи пороги, их детская площадка всю осень провалялась на сырой земле в совершенно чужом дворе. И вот наконец-то ее установили, как только она начала портиться. На улице Чудова у дома номер 19. Сейчас лестница и горки надежно стоят на новом месте. Как никогда добротно вкопано и забетонировано. Причем совершенно бесплатно. Люди с этого дома, около какого дома она установлена, сказали, что денег никаких не сбрасывались. Неоднократно наши корреспонденты направляли в администрацию запросы с просьбой пояснить, в надлежащем ли состоянии хранится муниципальное имущество и его дальнейшую судьбу. Ответ на последние вопросы мы ждем с 26 октября. Сроки ответа или отказа все вышли. О судьбе муниципального имущества мы узнали, выехав только к месту его новой дислокации. Найдется ли у администрации альтернативы демонтированным аттракционам, пока неизвестно. Ждем ответ на очередной запрос.